так всем привет мы приехали в карпаты в регене украины вот у нас такой 305 номер и начинаем обзор видео как здесь все выглядит на этом курорте санатории так приехали мы здесь заселение в двух часов дня вот мы уже заселились вот так у нас выглядит здесь обычный это я так здесь уже стандартная 4 звезды такой шкафчик шкафчик такой добротненький в принципе из дерева не дай спешечка тут вешалочки . так здесь стульчик табуреточка холодильник в отдельнике водичка телефончик все сейф о сейф конечно не работает ничего страшного с собой ничего такого ценного нету вот но самое здесь классно это конечно вид из окна да вот это скажу ребята потрясающе дышится легко сеточка на окнах не знаю вот есть у нас бассейн здесь открытый такая кровать принципе место для двоих вполне хватает ну и приезжаем и не в номере сидеть ну что пойдемте посмотрим как там клюет форель так вот такие полотенечко что друзья идем проверять рыбалку здесь платную да ну как бы это с натяжкой можно назвать рыбалкой скажем так скорее ближе к ловле в ванной в бассейне здесь чуть побольше вот такой здесь есть толочек кстати видно рыбку если камера покажет ее здесь полно я здесь на метр квадратный наверно тут по 5 популяции уже кто-то ловит вот это форелевая рыбалка что по условиям вот там удочки сейчас подойдем посмотрим поближе здесь по словам сотрудников это у нас осетровой там ресторанчик общем здесь можно себе поймать форельку где-то вес здесь четыреста восемьсот грамм среднем здесь говорят по два килограмма осеты что там я сомневаюсь но мы проверим так и здесь еще есть догадайтесь что я здесь карповая рыбалка правда выглядит она вот так как то да здесь конечно не такая прозрачность как у форели вот не думаю что карпику нравится такое болотистая местность в принципе ну вон там камыша кому камышик плане воды карпик тоже любит чистую воду все рыбка любит чистую воду но здесь как-то за ним следят меньше скажем так или вообще не следят за этой штукой вот здесь этих два ставка таких в этом рыба есть потому что она качает камыши это видно иногда всплескивается вот так она выглядит такая рыбалочка но не менее рыбалочка а вот это озеро потому что за все время я еще пару дней не видел что кто-то осмеливался взять и туда кидать удочку и вот такой вот второй вариант тоже ну здесь вообще он почти высох из воды наверное ну по щиколотку по лодыжку по щиколотку здесь я не видел что даже рыба сбрасывалась поэтому что-то я не думаю что здесь хотя он какие-то с ноготочек мальки и плавают здесь я думаю что не запускают рыбу вообще вот не ухожена немножко карпа так что карпятники знаете свое место в карпатах рулит форель и асотов карпа карпов это там рыбхозы всякие да вот под киевом возле киева еще где-то их-то селах здесь горах все-таки фаворит это вот эта вот рыбалочка форель вот так вот так здесь асетар но и есть и форель попадается так что мы начнем наверно чем по условиям здесь что поймал то и не должен забрать по ценам 30 гривен за 100 грамм это если приготовить рыбу вот и по ценам здесь за одну форель сколько 200 гривен да за килограммовый за килограмм 100 гривен принципе цены нормальные такие еще приемлемые сравнивать с киевскими так ну вот что по страстям ловит все на кукурузу 10 гривен вот можно взять на прокат удочку такой оскарской поплавочек ага даже блесенки есть какие-то на удочках ну прикольно прикольно здравствуйте о это уже кто-то осетра до поймал такого такие да но здесь килограммчик есть понятно тоже кто-то себе приготовил обязательно сразу ну типа готовить или его можно как бы оставите потом в этом полу в холодильнике приготовить или на раз типа сейчас поймал а потом вечером пришел в течение дня течения дня да потому что он тоже не может долго находиться такой красавец какой-то вытащил прикольно мы проверим так все сейчас мы так ну что мы все-таки взяли вот удочку один рыбак выдается в комплекте с удочкой вот такой вот 10 гривен в час считаю выгодно вот 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 она стульчик такой здесь уже есть как бы ну чтобы не унесли рыбаки вот берите себе на заметку можно такой себе поставить мы будем в тенечке ловить да сейчас подкрадемся к нему тихо в общем ловить мы будем на кукурузу нам дали вот такое ведро оказывается здесь есть уже только по карпу вот здесь ведро уже что-то было кстати вот у нас лавочка есть мы сейчас на лавочке ушел где тут вот там вот она ходит рыбка я вижу по кустам но мы будем ловить здесь до сидеть закармливать не будем нет так сейчас готовит вот сколько у нас по времени ночи так пол двенадцатого самый как разгар клево какие наши планы наши планы в общем по условиям здесь 100 гривен в час платишь ловишь и отпускаешь ловишь отпускаешь типа называют это как спортивная рыбалка так что попробуем так мы пока собираемся с настина на живем и будем забрасывать немножко по оснастке пройдемся вот поплавок карповое удилище здесь леска где-то ну наверно 03 03 принципе без всяких фидергамов до всяких бойлов стандартно вот грузка сейчас поцепим вот так вот цепляется а здесь даже это здесь даже нету а группа грузка на то чтобы этот поплавок стоял ну вот такая вот оснастка 03 леска крючочек такой где-то наверно восьмерочка привязываем конечно узел короче ну в общем узел есть крючок держит и держит и нормально да и не прикапывать из как говорится по остроте крючок ну скажем так он не совсем там тупой вот но уколоть я им себя не могу допустим не говоря о том что уже ну такие крючки как бы это не ловит на такие крючки вот рыбаки но вот такой крючок то есть вот это все что это говорится до кончик удилища карпятника да вот это снасть о чем мы говорим вот это водоем вот это снять давай на этот делаем глубину держи 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 хорошо держи ну можно там чтобы я потянул за леску глубину сделать вот приблизительно такую глубину сделаем полметра давай насаживаем насаживаем всяких вот этих пробиваний бойлов просверливаний без замеса прикормки вот как в деревне ловит на снасть диких карпов здесь они не дикие ну что забрасывай тут дети 4 годика приходят девочки вообще на гироскутерах подъезжает и забраться как ты тренировал как это ты не помнишь тут помнить это как на велосипеде ездить все вот здесь вот там попробуй туда но не на кусты совсем удочкой забрасываешь удочкой удочка не этого не не бросаешь леску туда просто удочкой туда просто поднимать пускаешь лесочку удочку поднимаешь вот ну так все супер заброс только эта самая она у тебя не стоит сделать так чтоб стояла не можешь сделать чтоб стояла поплавочек должен стоять давай забрасывать туда в тенечек на себя на себя вот а ты блин вообще снайпер даже я бы так не забросил все садимся так он не станет потому что там грузика нету не я могу за грузиком сходить чтобы она типа выровняла поплавочек сейчас или за удочкой другой сходить тут тут не видно по моему так когда будет клевать главное не спугнуть тихо все ждем поклевки для моего в прямом эфире сколько мы минут 10 посетим теперь не холм так включение все есть у нас два карпятника выложили глубину промерили глубина везде около семидесяти сантиметров я мог здесь я думаю нет там где мы ловим нет в общем но рыба здесь есть мы ее слышали мы ее видели мы ее чувствуем она нас тоже видимо потому что к нам она не подходит не подплывает там на том берегу клюет лучше только что два да 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 вижу поверху гуляет вернее на том берегу на том озере на том берегу потому что там таких подвушки осетров таскают а мы здесь с карпами сидим на кукурузу осетры на кукурузу блин ну это это как-то это как надо не кормить рыбу чтобы осетра хищная рыба такая как форель осетра колевала на кукурузу вегетарианцы то есть при большом скопление рыбы рыба клюет на все грубо говоря и на любые снасти так что все это ерунда все эти прикормки навороченные ароматизаторы конечно они работают да но если рыбы нету работать они не будут они будут работать только там где есть рыба когда она есть твоей в принципе они не нужны то есть по сути он словили несут еще одного осетра так но у нас пока тишина у нас пока тишина люди уже он норму сделали а мы еще показывают мы на 2 ловим один раз без грузика оказался карповик я взял второй с грузиком чтоб промеряться дно так что один мы так воем на лежачий поплавок один на стоячий рыба вся там наверно надо перейти будет туда там камыш смотри они камуш трясут качают камуши кабаны эти кабаны качают там камуши но это прикольно на таком маленьком озере можно повадки рыбы как бы изучать когда ее то есть много даже здесь условия созданы то есть трется он весь в камышах не смотря на то что здесь под камыш на только 20 процентов 25 процентов от этого бассейна на улице рассеянная бассейна тут тенечек ну что первый у нас сорвался там был кабан такой повел кабан удочкой удочкой стоит в принципе вот пробуем так ну что похоже у нас тут что то есть клюнуло короче и завело короче здесь рыба хитрая она клюет только в этом только в камыше вот и что то удочку достаешь наверно ну судя по всему там кому или это камыш вот а там бьется да бьется тогда отпусти ее чуть-чуть дай ей выйти она такое ощущение запутает да ведь же везде камыша куда она запутает да то есть это самое тут обрываешь снасть да все все наглухо тихо чтобы он вон так тихо то не оборви я уже не подтяну его никак к себе все а он наверное оборвался уже нет двигается нет двигается чувак видишь двигается так чувака она сегодня ты сможешь достать ее все уже не двигается уплывочек она оборвалась да ну не знаю может это просто рыбка никуда они не шевелятся она такая ха ха попробуй меня вытащи она замотала вот при этом уже вокруг камыша плыла она же хитрая знает как бы ты да она съедает и сразу видит леску и давай ее наматывать вокруг камышей пучок камышей намотать и все даже если ты его как бы зацепил то это то есть ты его не вытащишь мы можем попробовать сделать о видишь это номер ног не знаю не ну я могу конечно но это будет обрыв снова обрыв номер два один раз у нас оборвал карпик так не подходи пожалуйста близко там туда потому что я не хочу еще и тебя доставать доставать оттуда вот так нечего не дергаете да можешь сразу дерговать когда работе да ну все что если он у нас еще другую сторону на камыш хочешь ну в общем так я теперь понимаю почему здесь карп не любят карпа не любят ловить потому что его нереально заловить в этих он только в камыше сидит вот и все лена ну ты запуталась да я его вытащил да я его вытащил оборву и мы пойдем если мы оборвем вторую снасть то скажем нереально выловить потому что она за этой палкой может я смогу его как-то ну дергается эта палка ты уже эту палку тащишь я же вижу приблизительно где крючок то есть надо тащить не за эту а как за леску да надо за леску вытаскивать уже потому что если это палка то есть так все она уже не дергается там точно нет да ну значит надо не оборвать она нам просто все запутала и аккуратно не подходи я просто не хочу с тобой здесь потому что о это уже засело конкретно конкретно потому что то есть я одной рукой не вытащу давай за эту палку за которую и так то есть за эту палку не она не будет она не не она не она 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, в общем мы решили обловить весь водоем с доступных, сколько там, с этой стороны, да, с двух боков, с трех мест и посередине вытащить оттуда не получается. Он там запутывается, вот, с той стороны посидели пять минут, там не клевало, там сразу, да, клюет, только забрасываешь, он сразу тащит. Вот, мы вот с этой стороны, возле камыша решили подсесть, посидеть с этой тенечкой. В общем, поменял я крючок, крючки тут уходят как бы на раз-два. Вот, поменял я крючок, попробуем здесь на открытой местности половить его. Все, перезабросились, ждем. Тихо, 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 тихо. Тихо, бигфиш. Это бигфиш. Видишь, он пробует, чувствует, что, что да, что тут его могут вытащить, все-таки уходят. не получается big fish что он не может украсть потому что цеплял профессионал кукурузинку он ее раз в рот взял и сразу выплюнул вот видишь там форель у нее нет шансов а здесь как бы есть шанс итак переключаемся на достопримечательность парк шенбарна вот здесь такой был мужик который строил построил себе здесь парк такой сейчас там озеро красота поднимаемся восхождение да здесь есть еще такое озеро и на нем плотик пойдем поснимаем господи так ну в принципе здесь есть где погулять вот это вот мостик четырех евангелистов идет там церкушки святой екатерины и вот такие вот красные холюбок допустили стайки и тут тупо немерено ушли на дно короче ну видно вот они сейчас это было там целое красное пятно вон их там толпа такая красная все там бурлит вот они едят что-то им хлебушка бросили короче на этот листик и они пытаются его туда сбить они чувствуют его короче вот как рыба реагирует на кусочек хлебушка белого который лежит на на лилии да листики лилии да ну она маленькая это какие-то такая порода маленькая вроде бы это карпики с одной стороны какие-то мальки карпика похоже это какой-то японские вот эти вот карпа как-то они называются не секи горе не секи горе не секи горе не секи горе холодные не хватает еды такое количество рыбы это здесь у нас уточки плавают вот это у нас такая переправка типа на нее можно зайти но ездить по ней нельзя вот аккуратненько на тот остров за деньги я думаю что тут бесплатно назад потом уже за деньги там мельница там какая-то девушка стоит белом смотрит на красота так вот видите а вот туда дальше дорожка и там золото искатели намывали золото на тех реках горных мы сейчас туда пойдем посмотрим найдем ли мы там золото так кирку взяли лопату кирку намывать чем такое воеводина все водичка уже не течет здесь девушку поближе покажем что-то здесь написано да да пак шинборно этот остров поближе такой слушай а ты помнишь где мы вчера находили гнездо а вот мы здесь нашли вот я вот-вот-вот я видел ящерицу вот она здесь была они вот под большим камнем в тенечке она вот она все она побежала туда под камушек не знаю было ли видно или нет здесь она короче вот не надо сгонять ее вот там вот у нее кладочка с яйцами мы ее вчера нашли ну видишь прячется не подходи ее не надо пугать все он будет в другом месте так сказать самое классное на такой машинке при заезде у вас вещи берут и на такой машинке отвозят на поселение с вещами там мельница такая будто форская наливайка местная там где можно заказать всякие кофе напитки и ликеры себе добавить коньячка взбодриться вот такая красота лес с той стороны вон видно не знаю что это за казематы вот мне кажется там типа погреб винный какой то в принципе если видно вот так это все выглядит красиво в общем тут дышатся ребята как тут дышатся а вот источник мне кажется на нем что-то написано правда водички здесь нету но я знаю что в таких вот обычно источниках есть водичка можно набирать и здесь это минеральная она а не обычная ну нет ну здесь мы набирать пока не будем у нас есть с собой вода вон там где-то где-то может быть из этих источников она минеральная настоящая правда она дольше суток не стоит бабочки летают и можно даже что-то какие тут есть мороженые такие как у нас в Киеве не мы добрый день мы просто посмотреть пока что спасибо извините что вас подняли и так вот да все тут услужливы очень классный персонал видно что они ну очень все добрые ребята в их улани это очень важно вот такой угоним вот такой вот такой это закарпатский смарт ребята вот смотрите как выглядит закарпатский смарт так что тут еще можно почитать полезного может в общем будет интересно поставите на паузу заснял так что тут еще идут две дороги идет расходится более такая каменистая сейчас по ней пойдем ой какая бабочка тело сила можно посидеть кушать на дорога по той шли сегодня мы по этой пойдем такая похожа на утреку которая русла свое поменяла потому что здесь везде такие камушки лежат вот но я еще раз увидел это уже хорошо наконец-то то одни только норки и кучки да может мы еще и зайца увидим хотелось бы ну качечку мы увидели не знаю увидели ли вы их зарослях то она сидела на кладке слушай хорошо что ты заметила то вы подошли бы такая незаметная там сидит до спряталась вообще вот здесь вот все смотри под ноги здесь на каждом метре килограмм золота может лежать если мы хоть найдем хоть половину килограмм а то мы отобьем короче все отобьем всю поездку и всю пойманную форель в общем смотри под ноги как будто бы там килограмм золота потому что жабка 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 вон какая ничего себе любит да тут и поеводина готовят этих подводит беги и беги о слушай так вот реально глубоко даже воблерочек пройдет сантиметров 10 с углублением ой вот это было русло видишь все-таки это реки только от нее осталось только вот это вот подземная какая-то штука но не тут рыба не будет да тут рыбки не будет хотя в принципе всякие жучки тут есть поэтому может она там идет и прячется главное не свалиться туда что вода там холодная такой вот ручей очек тут нам карту нарисовали вот еще одна речка с этой стороны блин как тут классно но надо побрызгаться я чувствую от комаров боеводик со вода так но тут деткам объясняется как все работает наша природа и вот такая вот вот это потому что красиво выглядит мне реально красиво маршрут ну что идем посмотрим дальше так что у нас это что на пути 1 типа естественный водопад только так ровненько вкладочка такая что кажется он вполне себе искусственный что создает впечатление красиво да и привал можно здесь сделать вот кто-то уже делал на судичку он здесь костерочек но это такие грибы конечно не такие я хотел грибы вот ну вот так вот это все чем дальше в лес тем больше комары я вам скажу на мошку вообще не действует мошка блин прям преследует комары тоже преследует но не садятся то есть средство вот это офф экстрим помогает так и вот у нас впереди первое серьезное препятствие это плюда бобры набросали вот даже видно доски подпиленные короче меняет направление речечка нам надо перейти на ту сторону да там думаешь ну окей может там вот там по этим пробраться в принципе и здесь можно сейчас попробуем так ну вот ребята три часа пути от воеводина до тростянец по моему озеро мугло мы попытались сквознечики и вот такую красоту так мы прошли да было немножко страшно потому что шли через лес такой вот но здесь уже как бы на полянке супер вид вот это карпаты вот это у нас красота вот там вот домики вдали красиво это дерево растет елочку похожие это елочка горная это красота уже как красиво как здесь воздух пахнет все оно того стоило три часа идти по камням через по русле реки кто там прячется за кустиком все дальше ну мы еще до озера пока не дошли не видели но сейчас еще я думаю оно здесь где-то здесь оно где-то здесь ребята это находка за что люблю карпаты здесь если по таким лугам походить недолго то можно найти вот такую вкусную землянику в общем мне здесь вон полно здесь вот так вот посмотрите вот еще одна объедение вон еще я вижу в общем короче с голоду не умрешь здесь еще вон есть в общем красота здесь вот красота в общем что-то такое нашли по-моему это было как раз это озеро не очень хотелось бы потому что по карте здесь воды не видно но типа источники говорят что здесь есть недостоверное что здесь есть где-то озеро такое большое мы его наверно не пропустим если оно здесь есть но пока перекусим все всем приятного аппетита мы начинаем поиск охоту так все вот он добыча спасибо тебе карпаты за то что ты есть у нас с другой стороны да со стороны польши спасибо что ты есть у нас со стороны польши все не пропадем так ну что друзья плохие новости вот так что на месте у озера здесь как бы ну там выкопано что-то в принципе видно что здесь выкапывает под него вот какая-то база или оно может пересохло там есть какая-то на дне струёчек бьет вот но это не озеро поэтому его в принципе и на карте оно как бы гугловское не нанесено как водная площадь это такое получается углубление а там где как-то в нашей боеводе на турбазе то там было нарисовано что это типа как озеро нарисовано это наверное было озеро может его спустили вот видно что большое в принципе там вон эскалатор стоит походить или расширяют или докапывают короче воды в нём нет да печально так пройтись ну ничего зато по дороге было много других приключений главное это конечно же сами карпаты какой вид ради него стоит конечно походить всё миссия достигнута куда мы дошли до точки назначения немножко ближе может ещё подойдём посмотрим ну уже понятно что это это точка потому что вот водичка и конечно же она ограждена сеткой рабицы здесь несколько гектар ну сами понимаете Карпаты как говорится тут в речке в речках воды здесь в этой местности нет таких участков там где чтобы половить какую-то рыбу рыбку я одну видел маленькую совсем но чтобы такие были именно участки где она именно могла там обитать вот таких участков здесь полноводных нет буквально пять метров там три метра идёт там с водой дальше просто по камням течёт вот поэтому вот такая ситуация вода только в искусственных участках на территории турбазы мы вам показывали уже вот что остаётся зато там полно форели да осетра можно поймать ну это уже завтра половин оба на это уже завтра сейчас мы будем дорогу искать назад потому что тем же путём не пойдём пойдём выйдем сейчас на трассу и пойдём по асфальту дорога длинная это тоже столько 4 часа займёт назад ой какие там растения какие-то там смотри там или пальмы или смотри какие там растения растут на берегу какие-то такие как блин как кактусы какие-то это да упрёмся в сетку рабицы ну конечно да Карпаты есть Карпаты украинцы украинцы если что-то какая-то какая-то местность её сразу же обносят сетка рабицы всё находится хозяин и ни одного конечно озера я в принципе и не рассчитывал особо что это озеро будет общим достоянием да если такая территория находится тем более в Карпатах то пожалуйста ты приходишь вот в принципе и можно даже и почитать аккуратненько спускайся потому что сейчас мы даже подойдём почитаем о да 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 всё 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 она привязана увага приватная властность оберегается законом Украины вход заборонено приватная властность законом Украины козачок рыбальский ранчо козачок здесь было да вот так рыбальский ранчо козачок что-то я здесь не вижу чтобы оно было здесь рыбальское не было рыбальское но сейчас вот такие два а тихо тихо ребят рыбаки 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 нельзя на рыбаков вы ж клиенты ваши что вы гавкаете всё уходим уходим о смотри услышал ладно всё идём идём вот так рыбальский козачок надо будет в интернете погуглить почитать всё выдвигаемся увидимся на нашем озере так ну что вот Порошково село какая красота долина загляденье и вон такая высокая гора вот так вот идёт в долину и тут идёт долина вот она земля это обетованная идти до неё правда далеко так напоминаю мы идём с воеводина вот прошли воеводина тростянец пазянки или позняки в общем и познякифти и это Порошково так и проходим Порошково и выходим на дорогу так сейчас куда тут надо идти дорогу найти выйдем налево там есть дорога на на белую дорогу на но Продолжение следует...